Ну на самом деле, коллеги, спасибо, что пришли, искренне. Это тот редкий случай, когда мы пригласили вас, чтобы вы нам помогли. Нам нужно помочь. Во-первых, потому что мы хотим, чтобы об этой программе узнало как можно больше людей, которые хотят связать свою судьбу с журналистикой, конкретно с тележурналистикой. Я объясню почему. Вы, наверное, может не знаете, но с этого года Высшая школа журналистики и массовой коммуникации прекращает прием студентов на очное отделение бесплатно. Все, бюджетные места кончились. Больше не будет. Это, естественно, со всей остротой ставит перед нами вопрос подготовки национальных кадров для работы на телевидении, особенно на национальном языке. Так как мы прекрасно понимаем, что это сегодня сложные технологические, сложные работы, надо знать и технологии, знать, что мир меняется, средства массовой коммуникации меняются, площадки меняются, зона вещания меняется, все меняется очень быстро, это очень технологично. Поэтому нужна специальная подготовка для людей, которые собираются работать в этой сфере. Но фактически я, к сожалению, вынужден это сегодня сказать, я констатирую, что бесплатное журналистское образование в республике закончилось. И это, конечно, самый неприятный вывод, который я сегодня должен сделать. И он самый тяжелый для меня. Потому что журналистское образование готовило людей, которые занимались идеологией, занимались формированием смыслов. Это, в конечном счете, это и татарская интеллигенция. Поэтому я выражаю глубокие сомнения по поводу дальнейшего существования и подготовки людей, которые будут составлять костяк татарской интеллигенции. Конечно, есть, конечно, вы мне скажете, есть татарская филология. Там готовят 15 человек, по-моему, на бюджетные места. Но это ведь учителя татарского языка, и это мало для республики 15 человек. Но журналистика, все-таки, я считаю, это отдельная профессия. Это отдельные навыки и умения, которые нужно детям прибивать с самых молодых ногтей, что называть. И обязательно должно быть, конечно, и высшее образование на журналистском языке. Я сам преподаю на факультете, ну, в Институте массовой коммуникации я веду там. У меня там есть лаборатория, так и называется, лаборатория Шатамидова. Я преподаю на первом курсе. И, как бы, к сожалению, основной костяк группы сегодня составляют именно дети, которые платят за образование. Значит, мы намерены принять, пока попробовать принять три человека, объявив соответствующий конкурс. Положение, я думаю, раздали. Не раздали положение? Раздали положение. Нам нужно найти три человека, которые хотят заниматься телевидением. Стоимость обучения, которое нам сообщили, 135 тысяч рублей на одного человека в год. Четыре человека потребует от нас 400 тысяч. Если мы закроем полный пятилетний цикл, ну, или хотя бы четырехлетний, это 2 миллиона рублей в год. Если, ну, вы можете сами получите эту цифру. Где-то 2 миллиона рублей потребуется, чтобы готовить по три человека в год. Ну, вот на полный цикл подготовки выйти, что называется, чтобы каждый год у нас три человека могли прийти на работу. Соответственно, мы хотим объявить соответствующий конкурс, провести отбор в несколько этапов, включая и Байлюр-Калям, мы тоже задействовали. И сами будем, чтобы нам присылали свои работы, потому что нам надо найти людей, которые могут работать на экране, могут обладать соответствующими и внешними, и внутренними качествами, что называется. Но, все равно, я еще раз говорю, это, конечно, печально, потому что, ну, мы все вышли, я, например, вышел из недр Казанского государственного университета, у нас была подгруппа 15 человек татарских журналистов, я их всех знаю, они сегодня все работают, в основной массе из них работает в средствах массовой информации. И, как бы, ну, отсутствие бесплатного образования для национальных журналистов, лично я воспринимаю как, ну, если не трагедию, то большую проблему для национальной журналистики. Это я, к сожалению, не должен сказать, конечно, это тяжелые фразы, но, тем не менее, так оно и есть. Это очень большая проблема, которую каким-то образом нужно решать. Мы не можем изменить те планы, которые присылаются из центра, федерального центра, естественно, так как они, там, отсутствие бюджетных мест, это понятно, что это не выдумка местных работников высшей школы, понятно, что такие планы сегодня присылаются из центра, мы это не можем изменить. Поэтому придется вот заниматься целевым обучением журналистов, телевизионщиков, для того, чтобы у нас татарская телевизионная журналистика имела, ну, профессиональную основу. Вы мне, конечно, скажете, что могут прийти из других областей, историки, там, я не знаю, там, математики, физики, понятно, могут прийти, но это, как всегда, костяк должны составлять люди профессионально образованные. Это мое мнение, опять же, может с ними не согласиться. Тем более, что я повторяю, что сегодня это требует определенных и технологических навыков, которые нужно изучать. В крайнем случае, в университете меня все устраивает, потому что есть университетское телевидение, с которым мы очень плотно сотрудничаем, оно имеет постоянное вещание. Я могу со своими студентами на занятиях поставить приборы световые, я могу посмотреть, как мы поработаем с камерой и так далее. То есть очень важно для работы журналистов, для подготовки будущих журналистов, это конкретная практическая работа. Мое мнение, 80% практики, 20% теории. Так нужно готовить сегодня журналистов средств массовой коммуникации, учитывая их достаточно сложный характер.